Библиотека имени Николая Кузьмича Жернакова рада предложить вам небольшой рассказ о любимых книгах писателя Кера Пулачёва. Кер Пулачёв – это тот самый писатель, который придумал Алису Селезнёву. А вы помните, в какое время она жила? Это ведь девочка из будущего. Действие основных произведений приходится на конец XXI века. А ещё Кер Пулачёв придумал целый город – Великий Гусляр. Этот город очень привлекает инопланетных жителей, поэтому все приключения жителей этого города крайне интересны, необычны и весьма поучительны. Я думаю, вы знаете о том, что Кир Пулачёв – это псевдоним. Настоящее имя писателя – Игорь Всеволодович Можейко. И это не только писатель-фантаст, но и учёный. Это доктор исторических наук, переводчик, историк, востоковед, фалерист. Вот некоторые работы Игоря Можейко. 1185 год. 7,37 чудес света. Тайны Средневековья. Тайны Древнего мира. Тайны Руси. Тайны Российской империи. Игорь Можейко – учёный-востоковед. Он известен своими работами по истории Юго-Восточной Азии. Игорь Всеволодович, он же писатель Кир Пулачёв, был очень образованным и эрудированным человеком. С детства он полюбил книги. Причём он читал их в совершенно разных жанрах, стиле и направлении. Ему было любопытно узнать много мнений и сделать собственный вывод. А любите ли вы читать книги так, как это делал Кир Пулычёв? Подумайте, это вопрос непростой. А я пока расскажу вам немного о тех книгах, которые, по словам Кира Пулычёва, оказали на него колоссальное влияние, где-то подтвердив или же опровернув его первоначальную точку зрения. Итак, вот вам Луи Буссенар, французский писатель, родившийся в XIX веке. Широко известен как автор про критических романов. Это как Жюль Верн, Вальтер Скотт, Томас Майн Рид и Ижи с ними. Но вот, к примеру, у Буссенара есть практически детектив с элементами фантастики. Век-то XIX. Это произведение под названием «Господин Синтез». «Господин Синтез» – это гениальный учёный, который местная полиция считает почему-то маньяком. А об этом учёном ходит много разных слухов. Ну, так ли это? Нужно обязательно прочитать это произведение. Оно крайне увлекательное и необычное. Ещё одна книга Луи Буссенара посвящена капитану «Сорвиголове». О нём он написал несколько книг. Это целый цикл. А главного героя зовут просто господин Жан Грантье. Написал Буссенар это в самом начале XX века, в 1901 году. А вот вам другое любимое чтиво Кира Булычёва – политический детектив. Одним из самых ярких его представителей является Фредерик Форсайт. Просьба не путать с сагой о Форсайтах. Кира Булычёва потряс и удивил роман «День шакала». где рассказывается о готовящемся убийстве президента Франции Шарля де Голля. Впоследствии этот роман получил множество престижных премий. И на данный момент «День шакала» входит в число 100 лучших детективных романов всех времён. Конечно, в этой подборке никак не обойтись без графа Монте-Кристо. Кир Булычёв тоже его читал. Главный герой романа – моряк Эдмонд Дантес, который служил на корабле с гордым и неприступным названием – фараон. У него была возлюбленная, прекрасная Мерседес. Но по ложному обвинению этому насажают в тюрьму. Удастся ли ему избежать наказания и быть вместе со своей невестой, уже знают все те, кто читал этот шедевр мировой литературы. А для тех же, кто ещё не успел прочитать, двери библиотеки всегда открыты. Это произведение есть во всех библиотеках мира. Кого ещё выделял Кир Булычёв? Чешского писателя Карла Чапека и в особенности его роман «Каракатит». Карен Чапек – автор многих произведений, а ещё он был доктором философии, человеком мыслящим и здравомыслящим. Вы ведь понимаете, что это разные вещи. Поэтому он взял и замахнулся на очень сложную тему. Роман «Каракатит» – это философская притча, сродная маленькому принцу. Антуана де Сент-Экзюпери. Это притча, в которой рассказывается о том, что у каждого учёного должна быть личная ответственность за свои достижения и за те опасности и опасности с злоупотреблениями этими достижениями. Завершить краткий рассказ о тех писателях, которые читал Кир Булычёв, я хочу Алексеем Николаевичем Толстым. Его роман «Аэлита» и гиперболоид инженера Гарина стали классикой советской научной фантастики и в своё время навели фурор в головах советских граждан. Там есть над чем вздуматься и сейчас, в XXI веке. Эти произведения до сих пор актуальны. А ещё у Алексея Николаевича есть исторические романы, например, о Петре I. «Хождение о муках» тоже можно назвать историческим романом. Незаслуженно забытая повесть «Хлеб» рассказывает об обороне царицына в годы гражданской войны. Сам Кир Булычёв был знаком и дружен со многими писателями, со многими учёными из разных стран мира. Знал в совершенстве английский язык, восточный язык, бирманский, так как он закончил факультет иностранных языков имени Мориса Тереза. Он даже несколько лет работал переводчиком в Бирме и написал несколько книг об истории Бирмы. Конечно, это всего лишь малая часть тех писателей, которые нравились Кире Булычёву. Но мы надеемся, что интерес к этим книгам возникнет и у вас, дорогой читатель. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok